Уважаемые аграрии, мальчики и девочки, дамы и господа, я сегодня вам проведу кекцию на тему «Организация переходного этапа на технологию наутил». Мы проводим это обучение примерно с 2008 года. Когда-то я преподавал в Днепропетровске в Одессоюзе в школе полевого опыта тему «Восстановление плодородия почвы при переходе на наутил». Дальше у нас сложилось несколько технологий как для беспахотного земледелия, так и для пахотного. И тема все-таки по переходу на наутил, она у нас стержневая, пронисывающая всю нашу технологию, потому что через систему наутил, через идею того, как можно все это запустить, мы пришли к пониманию, что такое почва, что такое почвенные процессы, как можно ими управлять, как можно экономить количество минеральных удобрений и получать очень высокий урожай. И вообще нам открылась совершенно новая страница, новая глава, даже так вот, будущего сельского хозяйства. То, что сегодня я буду рассказывать, оно отражено у нас в книге, написанной мной в 2007 году, издавалось много раз, называется «Осставные этапы перехода на наутил». Расширенный обзор, то есть так как примерно 10-12-15 лет назад уже в мире сложилась точка зрения на процессы, я изложил ее в этой книге. Она у нас, можно ее написать в биоцентре, попросить, заказать. И также мы раздаем ее бесплатно на всех выставках, на которых мы принимаем участие. У нее было маленькое продолжение под названием «Наутил к сухому земледелию», когда мы столкнулись с тем, что существует не один наутил, существует несколько наутил. Существует наутил для сухой степи и наутил для зон избыточного и достаточного увлажнения. Там совершенно другие принципы, там совершенно другая техника, и все это называется одним словом. Система «Наутил» или «Наутилич», она была предложена в Северной Америке, хотя Северная Америка не была пионером в этом деле, пионером была Великобритания, но «Наутил», в смысле «Наутилич» без обработки, в Великобритании и в Южной Америке называется немножко по-другому. В Великобритании называется «Дайвент Северный Систем», система прямого посева, и в Южной Америке на испанском она звучит «Система Ди Сиембра Директа», но только не «Наутил». В Австралии она называется «Зироутил», нулевое земледелие, и они как-то существуют совместно, и самое главное, мы должны понимать, что общие объединяющие эти термины – это посев в почву, сохранение мульчи, слоя растительных остатков, предшествующие культуры сидератов, сорняков и так далее. Ну, естественно, в стерню убитую я никому не советую сеять в стерню живых растений, особенно в зоне недостаточного увлажнения, мы можем, это приведет к тому, что живые растения, они не дадут нормально развиваться культуре, то есть их нужно убить, есть законы, какими гербицидами работать, есть законы, какие культуры не должны быть предшествующими, потому что имеют алилопатические свойства, и «Наутил» – это совершенно огромный массив новых знаний, немножко мы сегодня их возьмем. Итак, «Наутил» – это система, когда сеется в слой почвы, покрытый растительными остатками, мульчирующий слой. Вот, пожалуйста, это сейл «Кагросоюз», снятый в Днепропетровске. Вот это вот посевы в Южной Бразилии, штаб Парана, видите, специально нарощенный, искусственно нарощенный слой растительных остатков. Но в Бразилии очень много влаги, там проливные дожди, там бывают и 1200, и 1600 мм осадков, там крайне необходимо, чтобы почва была закрыта растительными остатками, чтобы не было водной эрозы. И вот это аспекты «Наутил». Опять мы не учитываем, что можем много культур сеять в почву, покрытую растительными остатками, замульчированной. Вот это аспекты «Наутил» – опять это Южная Америка. А вот эта вот зона, это Канада, степная часть Канады, и вот это «Наутил» канадский, его немножко отличается, вы видите, меньшее количество растительных остатков и нарезаны такие борозды специфические. Итак, какие основные понятия, на которых строится система? Первое. Есть старая система. Эта старая система существует столько, сколько человечество себя поможет. Когда была обработка почвы? Самовозрождение земледелия в человеческом обществе. Почему она была эта обработка? Потому что до последнего столетия единственным способом борьбы с сорняками была обработка почвы. Их убивали механически. Поэтому землю поранили, пахали, поранили, обрабатывали. Самая главная была задача убить сорняки. Итак, лет где-то 60-70 назад был предложен первый гербицид-пароклад, потом пришли ему на смену глифосаты, потом появится новый гербицид из страшного действия. И удалось человечеству бороться с сорняками с помощью химических препаратов. А сейчас нашли уже способы, как бороться с биологическим методом. Если будет время, я немножко об этом скажу. Итак, старая система понятия воззрений. Спаршка почвы необходима для выращивания бультов. Растительные остатки, это отходы производства и заделка почвы, осуществляется с помощью плуга. Третье. Допустимо сжигать растительные остатки. Четвертое. Почва без покрова на протяжении недели-месяцев. Открытая почва. Пятое. Использование большого количества химических веществ в виде минеральных удобрений, и средства защиты растений приводят к большому удобрению на почвенных процессах. Шестое. Борьба с насекомыми вредителями и болезнями производится исключительно с помощью химических препаратов. Седьмое. Эрозия почвы воспринимается как обычное явление при выращивании сельскохозяйственной культуры. Старая система воззрений приводит к повышенной эксплуатации почвенных ресурсов и деградации. В сельскохозяйственном процессе присутствует высокая степень риска. Новая система понятия. Пахота больше не является важнейшим компонентом при выращивании культуры. Не является. Растительные остатки являются ценным продуктом и должны находиться на поверхности почвы в качестве мульчи. Третье. Сжигание растительных остатков мульчи запрещено. Четвертое. Наличие постоянного почвенного покрова. Пятое. Упор на развитие биологических процессов, обеспечивающих высокое плодородие почвы. Пятое. Самое главное. Упор на развитие биологических процессов, обеспечивающих высокое плодородие почвы. И самое главное. Обеспечивающих разуплотнение. Потому что при переходе на ноутил, когда мы перестаем взрыхалять землю, у нас возникает процесс уплотнения. Это естественный процесс. И если не включится биологический процесс разуплотнения почвы, через некоторое время земля превратится в очень плотное состояние, и урожайность культур будет резко падать. То есть наутил у нас запустится только тогда, когда у нас возникнет биологическая система рыхления почв. Поэтому и биология почвы, и понятие почвенное здоровье, они ключевые понятия наутил. Шестое. Биологическая борьба с насекомыми-вредителями. Седьмое. Водная и ветровая роза является симптомом того, что для данного поля или экосистемы используются неподходящие методы обработки. Новое воззрение приводит к рациональному, учитывающему все особенности местности, использованию почвных ресурсов. Теперь к переходу на ноутил. Я часто слышу в основном от продавцов сейлок ноутил о том, что вот вы купили сейлку, все сразу начинаете, никого не слушаете, будет вам счастье. Чаще всего, особенно когда мы попадаем в почвы, сложенные на суглинках, на глинах, мы можем быстро попасть в ловушку спонтанного уплотнения почвы. И тогда наличие сейлки и вот это жуткое упорство, потому что продавцы сейлок ноутил часто используют элементы НЛП, то есть нейролингвистического программирования. И, к сожалению, я сталкивался с тем, моя работа с одним крупным холдзиком в Нижегородской Ульяновской области, 136 гектаров земли, они просто вот из этого спонтанного уплотнения почвы разорились, используя сейлки Хоршеба Сэнус. Потому что им сказали, подождите еще год, подождите еще два, подождите еще три, они столкнулись с резкой потерей урожайности, со всплеском болезни и не вырулили экономически свою модель. Поэтому и переход на ноутил, по которому сейчас расскажу, это гарантия того, что вы не заметите, что у вас ноутил будет успешным. И вот переход на ноутил этапы. Первое. Углубляйте знания системы. Дело в том, что ноутил молодая система. Ее предложила не наука. Наука, скорее всего, мировая открестилась от этой системы, и они продолжают держаться в модели зеленой революции, которая была предложена в конце 50-х, в начале 60-х годов, агрономом из фонда Рокфеллера Норманом Барлаулом. Тоже немножко будем по ней говорить. Им не хочется уходить с тех проторенных дорожек, на которых они могут жить, могут существовать, на которых могут получать высокий урожай. Ну, вот какие-то шальные фермеры, когда по руках у них появились новые гербициды, придумали совершенно новую модель. Это новая модель, это не панацея, это новое направление, в которое стали включаться различные элементы выращивания сельхозкультур, взятые из органического сельского хозяйства, из модели зеленой революции. Что-то новое, это миксы, причем они могут совершенно разные, их будут в одном хозяйстве один наутил, в другом хозяйстве другой наутил, в третьем хозяйстве третий наутил. Каждый будет говорить, мы правильно, а у него неправильный. Самое объединяющее главное, это мульчированный пассив, растительный покров на почве, который обеспечивает, должен обеспечивать при нормальном запуске систему разоплоднения. Итак, углубляйте знания системе. Второе, сделайте почечный анализ на полях, примите меры для достижения баланса между питательными элементами и показателями ПАШ. Ну, это важно особенно для зон, где наутил на кислых почвах запускается, потому что там нужно, при несении извести, перемешивать ее 20 сантиметровым слоем почвы. Возможно, это северная зона республики Татарстан, это Нечерноземья, которая сейчас лежит по причине того, что там невозможно запустить в пределах прежней модели рентабельное производство. То есть, в России по этой причине из оборота вышло более 50% общих синхоз земель. И там для этих моделей нужно внесение извести, например. Ну, все внесли, создали первичные условия, потом можно работать. Вот в Бразилии, где очень много осадков, есть проблемы кислых почв, они вносят по чуть-чуть потом извести на поверхность специальными сейлками. Ну, для зоны, например, Юга России необходимости контролировать кислотность почвы нет, но этот пруд, он имеет свое место, про которого мы говорим. Потом, потому что там, где нужно перемешивать слои, лучше это сделать до того, как мы запустили на утилу. Все перемешать, нести и перемешать. У меня, конечно, есть своя точка зрения на фосфор. То есть, продавцы фосфорных удобрений убеждают нас носить по 200 килограммов амофоса, который сейчас стоит, как крыло от Боинга, очень дорого, экономически очень дорого. И они предлагают фосфором мешать, потому что фосфор медленно двигается по слою почвы. Но мы искали новые методы. Мы обрабатываем семена фосфорными удобрениями. Это килограмм, два килограмма анатолий семян. Мы применяем фосфор в виде этого, при посеве, кладем его в рядок. Это килограммов сорок по физике амофоса, но никак не два центра. Можно и меньше работать. Мы используем фосфат мобилизующие бактерии. И мы стремимся запустить процесс биологически, чтобы микробы вытаскивали огромные запасы фосфора, которые находятся в почве. Они это могут. Если мы с ними договоримся, и как договариваться, тоже это буду разбирать. И интересный такой момент, чтобы не забыл. На наутил, вносимый фосфор в виде полос, при посеве сельскохозяйственных культур, вносимый вместе с посевом, он совершенно по-другому закрепляется в почве. И как столкнулись агрохимики в Канаде, которые изучали, изучают почву, почва показывает, очень мало фосфора, агрохимические обследования дают, а растения растут нормально. И выяснилось, что вот в этих полосках фосфор скрепляется, они так сильно связываются с кальцием и железом в почве, и он совершенно по-другому работает. То есть там получаются зоны концентрированные и зоны неконцентрированные. Это и есть специальная литература, но, к сожалению, недоступная для агрохимии. Поэтому их советы, они могут по наутилу, по использованию изобрения, они могут быть некачественными. Третье. Не используйте в сельскохозяйственных целях почву с плохим дренажом, и разберитесь, годятся ваши почвы для метода наутил или нет. Но по дренажу для Юга России нас это не совсем опасно. Нас вряд ли когда-то заливает, хотя проблема плужной подошвы, она у нас остается, мы ее будем разбирать через два пункта. Но есть проблема почв с засоленными почвами. И там может возникнуть проблема. Они имеют специфическую процессу уплотнения, и на них наутил может не запускаться. То есть там совершенно по-другому нужно его постараться запускать. И там, наверное, переходный период должен быть не 2-3 года, как в обычных условиях, а может быть 5-6-7 лет. Мы должны запустить процесс разрыхления почвы. Потому что там очень большая проблема с уплотнением почвы. Следующее, выравните почвную поверхность. Когда мне говорят продавцы СиЭлки, говорят, что давайте СиЭлки запускайте, не надо вам выравнивать почвную поверхность. Я им говорю, ребята, вы не правы. Потому что получается СиЭлка, она играет роль культиватора. Она должна выравнивать эту почву, она цепляет, это несколько лет выравнивания. И потом, каждый год, когда техника идет уборочно, она повторяет вот эти свально-развальные борозды. Вот это должно быть идеально выравнивано. И лучше это сделать до начала новой силы. И вообще в период переходный там, ну хотя бы минимум надо пройти 2 раза, вот катросами или кэрриер. Ну то есть какими-то дисковыми боронами, вот с ограничениями или там, может быть, рубинами по диагонали. То есть по одну сторону и в другую сторону. Мы должны выравнивать показатели того, что почва выравнивана, это скорость движения на джипе поперек поля или на ниве поперек поля. Или по диагонали поля. И чтобы головой до скорости 80-85 километров не пробивали крышу. Вот если машина идет на скорость, значит выравненное поле. И вы поймите одну простую вещь. Когда поле пашется, у вас каждый раз конфигурация разная. И по бухгалтерии было четкое разделение. Когда вы сеете многолетние травы и когда вы пашете под пшеницу. Многолетние травы это долгосрочные капитальные вложения. Вот наутил, поле наутил готовится по системе долгосрочной капитальной вложения. Надо привести в порядок. Что потом оно голову, чтобы оно не создавало проблем. Следующее. Устраните уплотнение почвы перед тем, как начать использовать систему наутил. На большинстве почвы, на 95% существует уплотнение почвы. Я дальше буду разбирать, или нужно было сейчас разбирать, я не знаю. Но я просто вывел эти пункты, 10 пунктов. И оно сформировалось давно. Это уплотнение ниже пахотного горизонта. Отчасти оно связано с движением тяжелой техники. Отчасти оно связано с разделением слоев почвы на аэробный слой на аэробный. Микробы анаэробные, когда он формируется на нормальной степной почве, нету такого четкого деления аэробный-анэробный. Анаэробам их конкурентное преимущество, когда почва плотная. Они сами уплотняют почву. Уплотнение почвы может быть не связано с техникой, а связано с микробами почвы. Которые не хотят пускать аэробных тузов. Потом, создайте самое большое количество мучи на поверхности почвы. В нашей зоне часто это тяжело. Это рекомендация для зон достаточного увлажнения. Это рекомендация, связанная с посевом культур, дающая большую массу, седеральных культур. Завкафедра в Крымском аграрном университете Томашова она стала популяризировать, внедрять метод, разработанный в Северно-Южной Даконте, в Соединенных Штатах, Риком Бибером и еще там его последователями. Где они предлагают сеять 8 смесь культур и 12, и 16 видов. По чуть-чуть. Она буквально там просчитывает, сколько там горстечек того, сколько горстечек чего, чтобы земля была постоянно закрыта. И чтобы они росли максимальное время сезона, а потом они вымерзали зимой. Вот это технология максимального накопления растительных остатков. Конечно, в зоне лаутил, где пошел очень хорошо, это зона Аргентины, это зона Бразилии, на трехпольном севообороте, где выращивается пшеница, выращивается кукуруза и выращивается соя. Кукуруза при больших урожаях дает огромное количество растительных остатков. Она дает положительный плюс даже на таком маленьком севообороте. Потом шестой пункт. Седьмой пункт. Приобретите сейлку на ултил. То есть мы должны начинать систему на ултил. Не седьмого пункта приобретите сейлку на ултил. Он должен быть на своем месте, когда вы запускаете процесс, когда вы выровняли почву, взломали плужную подошву, начали накапливать мучу, поборолись с многолетними сорняками, постарались поборолись, потому что обычно года три уходит. Даже если двухлетний переходный период будете делать, там не все удастся. Но постарайтесь с помощью глифосатора решить вопрос многолетних сорняков. У меня сейчас ребята, из которых без глифосатов этот вопрос решают. Но глифосаты это для начинающих понятный продукт и понятно, как с ним работать. Потом начните использовать систему на ултил на 10% хозяйства. То есть не нужно в неизвестность бухаться сразу. Начинайте работать на определенных площадях. Причем сейчас сейлки, которые уже производятся, они универсальны, они могут работать по минималке, могут работать по нулю. Начинайте осваивать систему. 10%. Почему 10%? Ну или хотя бы не больше 30%. Первое. У вас могут появиться большое количество болезней и вредителей, с которыми врачи вы сталкивались. На почве на ултил начинают уплотняться, появляется огромное количество пробочников. Я видел хозяйство, где первый год непротравленные семена от насековых и пробочек всегда в 30% подсолнечника. И после того, как человек прошел эти финансовые потери, он теперь все семена, все, что он сеет, обязательно протравлюет инсектицидом. На ултил, возможно, применение инсектицидом протравителей, это обязательный акроприем до тех пор, пока не будет восстановлено биологическое равновесие. Теперь, далее. Используйте себе обороты культуры, седеральные покровные культуры. Конечно, седеральные семообороты, седеральные покровные культуры и корни смен, связанные с чередованием культур, со стержневой корневой системой и с мочковатой корневой системой, это, конечно, палочка-выручаточка. Табашова, обратите на внимание, очень грамотный специалист, изучайте эту тему. Можно ли работать по этой модели? Модель рабочая. Обратите внимание. Потом, постоянно обучайте, следите за нововведениями в данной системе. То есть, каких-то 5-6 лет назад этих направлений не было. И вот, мне нравится вот эта конференция зимняя, ассоциация сторонников прямого посева, где каждый год приезжают специалисты и рассказывают о том, что новое придумали. Система-то сборная, идеи идут с разных мест. Есть какие-то сумасшедшие экспериментаторы, вот типа Рика Бибера, Ричард Бибер, там из Южной Доконы, там их много. Двейн Бек, Севера, там Жень Клеппертон и много наших российских людей. Вот у меня Саша Любин есть в Челябинской области, есть Фахриславов Раиль, Пашкири. Ну, это такие вот суперовские ребята, которым Бог дает. Они находят, одни отличаются огромной наблюдательностью, другие просто много могут ездить и наблюдают, что где приду. Но все равно, чтобы научиться рисовать, нужно научиться держать в руках карандаш краски, а потом вы будете там экспериментировать. Поэтому я вам даю классику. Поймите классику. Потом, может быть, у вас на песчаных почвах нет этого уплотнения, значит, вам не нужно решать уплотнение. Или у вас, например, была минималка много лет, у вас почва уже выровнена на минимальной обработке земли. Ну, тогда продолжительность наутиного подготовки к наутину может быть сокращена до года, до двух. Почему все-таки я считаю, что она должна быть? Потому что мы можем вносить специальную биологию в почву. Я буду говорить про так называемые медиаторные микробные препараты, задача которых запустить процесс разуплотнения. Впервые эти препараты были предложены японцам Теро Хига, который занимался садоводством, никакого отношения к микробиологии не имел. Он предложил систему кармниковых мандариновых садов на японских островах, но столкнулся с тем, что есть спонтанное уплотнение почвы. Ему нужно проблему уплотнения почвы решить. Потому что... А проблема заключалась еще в том, что в этих садах с низкой кроной невозможно было пройти по междуряде, потому что можно было повредить растения. И он делал препарат для того, чтобы разуплотнить почву. А потом он оказался настолько универсальным, что стал применяться вообще в сельском хозяйстве. Северная Корея решила вопрос голода 95-го 2000-го года. Но, к сожалению, за плохого японского маркетинга на большие поля он не попал. Потому что они продавали закваску, эту закваску нужно было раскручивать, разводить. Люди неповсиально это делали, получали неработающий препарат. Мы в свое время связались с японцами. С Японии вывезли кранцы, РАД. И производим препарат фитостив-GP или НИВА-GP специально для разуплотнения почвы. То есть мы можем его использовать при запуске наутил и даже при работе на наутил для разуплотнения почвы, если такая проблема есть. Обычно на всех совещаниях, на конференциях осматривают внешний наутил. Ну, внешний наутил это переходный период, я к нему говорил. Потом подбор сейлки, то есть начинают разбирать, какие сейлки есть, диски или монодиск, даблдиск, двойной диск, анкерный, диско-анкерный и так далее. Подбор севооборотов для наутил, семена, какие там должны быть, система удобрения на наутил, система защиты от сорняков, болезней и вредителей с помощью химии, может быть немножко биологии, и системы механического разуплотнения почвы, методы и техники. Есть наутил, на самом деле, система механического разуплотнения, я сейчас скажу. И есть внутренний наутил. Мы должны понимать, что если мы не лезем механическими орудиями в почву, мы должны запустить процесс разуплотнения биологического почвы. Биологическое разуплотнение почвы, методы и средства. Потом, в мире с 2000 года введено новое понятие «soil health» – здоровье почвы. В России, к сожалению, наши почвоведы доблестные не хотят выводить в оборудование. Не хотят. Но наутил мы не сможем запустить, если мы не будем восстанавливать здоровье почвы. Это обязательно условие восстановления здоровья почвы. Потом, система восстановления естественного почвенного плодородия. Это все внутренний наутил. Потому что, либо мы подвязаемся на применение больших доз минеральных удобрений, очевидно, в начале наутила, возможно, азота нужно будет больше. Но потом, как наши гениальные фермеры придумали систему, они уже придумали систему наутил вообще без минеральных удобрений. Потом, система биологической борьбы с сорняками оказалась, что если мы селим сложные миксы культур в осень, мы можем избежать появления сорняков весной. И когда я говорю, ребята, на наутиле конференциях, фермеры, вот эти передовые, вы вообще научные исследования сталкиваетесь, они говорят, к нам наука не приходит. Я хочу сказать, что мне удалось застать живых такой Анатолий Кершенцев из Института почвоведения в Пущино, в Подмосковье, наукоград Пущино такой есть, который изучал причины, почему прорастают сорняки. Он сказал, первое, земля не может быть непокрытой. То есть, там начинают расти сорняки, которые ее закрывают. Второе, в Почве не должны быть свободные питательные вещества. Если они появляются, они могут быть для Почвы, Почва это мир для огромного количества существ. Они могут быть либо токсичными, либо могут быть просто потерянными. Поэтому, мир Почвы сам решает, каким сорнякам нужно всходить, и огромный банк сорняков, и они всходят в первую очередь для того, чтобы стабилизировать процессы питательных веществ, чтобы они не терялись, не были токсичными. Это защитная реакция. И вот Рик Бибер в своем эксперименте методом тыка открыл, что если все 8 смеси покровных культур, они связывают все эти питательные вещества, и весной не возникает необходимости всходить сорнякам. И вот ребята с Ростова, потом с Казани, с Казахстана и с других городов, которые после конференции сторонников прямого посева ездили в Соединенные Штаты несколько лет назад, до ковидный период, он им показывал поля кукурузы с урожайностью 70 центнеров с гектара, но усил, где он не применяет никакие герпецин, и где он не применяет ни одного граба генеральных удобрений. И он говорит, что в моей зоне, при том, лага, которая есть, на всей классической системе я получаю 8 тонн генеральных удобрений, а на системе на усилы я получаю без удобрений, без герпицинов, без ничего, то есть там 8 тонн с гектара, здесь 7 тонн с гектара, но на 7 тонн с гектара здесь я зарабатываю намного больше, чем на 8 тоннах там. И как избежать поражения растений вредительными болезнями и восстановления биологического равновесия в почве, на поле. У нас есть книжка, я показывал основные этапы перехода на наутил, можете связаться с биоцентром и заказать и вторую книжку можете заказать. Общий алгоритм того, что я говорю, в этой книжке все хорошо изложено. В наутил почва воспринимается как живой организм, имеющий на каждом поле свое индивидуальное своеобразие. Применение тех или иных способов обработки почвы привело к тому, что к началу внедрения нового метода для различных полей, характерно различная степень структурной стабильности и прочность агрегатов, наличие уплотнения, наличие чемоданов при пахоте, огромные блоки почвы, которые не разрушаются при механической обработке, и различный уровень содержания органического вещества. Главное орудие работы на наутил это прескенте. Вам нужно научиться работать с опрыскивателем. Вам нужно научиться применять метод технологической калии, чтобы лишний раз почву не уплотнять. Отказались от всего остального, научитесь работать с опрыскивателем. Опрыскиватель стоит на первом месте даже перед сиемкой на утих. Мы разработали систему адаптивного биологизированного земледелия. Система универсальная, она может использоваться как для систем пахотного земледелия, для минимальной обработки земли, для нулевой технологии. Четвертый пункт этой системы это внедрение систем сберегающих земледелия наутил и стриптил. Стриптил это полосовая модель, их можно чередовать с наутил. В разных регионах необходимость такая есть. Боюсь, что на юге России сейчас появился новый гередитель под названием слезняк, который завезли с Испании, музитанский слезняк, очевидно завезли с фруктами или овощами, которые начинают жрать эти поля наутил. Сильно повреждают сходы кукурузы и всходы подсолнечника. Поэтому возможно подготовка под пропоршные культуры полосового земледелия частично уменьшит потери от этого слезняка. Будем искать. Я поговорил с Ставропольскими аграриями, они говорят, мы готовы, найдешь ученого, готовы проплатить, лишь бы эту задачу решить. Итак, за систему адаптивного биологизированного земледелия мы получили от Российской Академии естественных наук 30 ноября 2021 года диплом первой степени и награду Орден за заслуги. Из истории современного земледелия мы знаем последняя модель, которая у нас внедрялась, эта система зеленой революции, она стоит на четырех основных функциональных элементов. Лучше сорта или гибрид, много-много минеральных удобрений, хорошая защита с помощью химических средств защиты растений и по возможности полив. Какой самый главный недостаток этой модели? Она работает только на 20% почвы и она у нас в 70-х годов запустила, она, во-первых, вытеснила систему агробиологическую в сельском хозяйстве и запустился процесс разрушения почвы. У нас до 60-х годов была в том числе система травопольная, система семооборотов подразумевающих животноводство, то есть были многолетние пастбище, были многолетние травы, как обязательный элемент в сельском хозяйстве. На юге это было очень много люцев выращивалось, на севере это были бобово-злаковые смеси и задача была поддерживать почву в состоянии как мы видим справа, то есть почву имеющую структопу. Эта почва не давала четкого разделения на аэробный и анаэробный слой за счет вот этих действий корней многолетних трав. И вот проблема на наутили, с которой мы сейчас столкнулись, мы же переходим не тогда, не в начале 60-х годов на наутили, а после 60-ти лет внедрения системы Нормана-Барлаука, системы зеленой революции или системы интенсивно-российского хозяйства, мы имеем мощнейшее укладнение почвы с разделением на аэробной и анаэробной сыны и мы даже не знаем как это запустить. И я когда искал идеи где можно взять, я встречался есть такой Алекс Подолинский, был, дожил до 94-х лет, мы с ним встречались в 2010-м году в Крыму, тогда еще в Украинском, и он говорил, что вот такую почву надо взламывать специальными чезелями, потом сеять культуру со страшневой корневой системы и использовать сложный микробный препарат, у них был 500-й препарат в биодинамическом земледелии, который должны разукладнять почву, то есть вернуть ее вот в это состояние, где примерно благоемкость почвы в два раза больше. Если мы начинаем работать с почвой, даже без всяких агрономических изысков, без всяких тонкостей, в среднем 15 центров плюс хозяйство людей, просто вот на работе с почвой, поэтому мы четко различаем, вот это связано искусство агронома, это восстановление здоровья почвы, это грамотная защита, три компонента повышения выраженности в современных условиях, и вот вопрос я вам показываю. У нас первая минимум наша зона это влага, у нас почва разъедена на два слоя, уплотнение с глубины 20 до 45-50 сантиметров, и вот, например, мы видим выпали дожди, и та драгоценная влага, которая должна у нас посадить на глубину метра, она у нас выдувается, стекает по профилю, мы имеем растущие овраги, мы имеем рельеф по Ростовской области и потеря влаги огромные. И тогда у нас включаются вот эти вот чизеля, которые должны все это восстанавливать, разрушать, необходимость частого заезда, и так далее, и так далее, а все, что нам нужно, это просто сделать такую рыхлую структуру. И у нас есть методики, это отдельная большая тема, как разрыхлить почву, как восстановить естественную структуру, мы видим природную структуру, и мы видим нету разъединения на слои, огромные, огромные. Нету разъединения, она структуру. У нас есть технология использования того, что предлагал Алекс Подолинский из Австралии, который сделал миллионов гектаров по биодинамической модели сельского хозяйства. У нас на данный момент четыре препарата микробных есть, которые вместо 500 препарата мы можем использовать для расплоднения почвы. Японский препарат кюсиль, мы его выпускаем как фетостим GPM. У нас есть наш фетостим B в трех варианах фетостим B плюс 3, плюс 10, плюс 30. У нас есть Нива-А препарат и есть Нива-Наутил препарат специальный для расплоднения почвы. Есть такая вещь интересная от гумуса. С ним связано очень много легенд, разных представлений. Нас интересует живая масса почвы. Нас не просто количество органического вещества интересует, потому что вот эта живая масса определяет того, как будут рыхлиться почва, как будут делаться доступными питательные вещества, потому что это и слабильный гумус, и пассивный гумус. И есть система измерения, к сожалению, человек уехал сейчас на Украину, он доктор наук, профессор, он работал в институте сельхозмикробиологии, зовут его Патыка Николай Владимирович, папа у него академик микробиолог на Украине. Вот они изучали и они обнаружили, что почва в нормальном состоянии и в убитом состоянии сильно различается от перекровного состава. И нам нужно нарастить, во-первых, чтобы много-много-много разных микробов был раз, а во-вторых, чтобы они были все вместе, дружно. И вот какие способы есть наращивания. Основной принцип, который применяет Рик Бибер, который применяет Томашова, это способ управления микробными процессами почвы. Мы же не с помощью техники туда залезаем, с помощью корней растений. Оказывается, корни растений выделяют сахара. То есть идет фотосинтез, растения берут идет фотосинтез, растения связывают углекислый газ, превращают его в сахара с помощью энергии Солнца. Какие-то количество тратят на свои собственные нужды и какие-то количество тратят на выделение из корней. Вы видите, да? И смысл вот этого направления Томашовой это наличие постоянных живых корней в почве. Растения выделяют сахара, кормят микробы, микробы постоянно в активном состоянии и если мы не можем делать большие хорошие севообороты, мы можем компенсировать с тем, что мы сеем в смесь культур, потому что каждое растение, каждый вид выбирает микробов под себя как кормленный. Поэтому их задача постоянные микробные культуры в почве за счет многообразия видов. Улубляйте знания системе мы разобрали, сделайте почвенный анализ на полях, примите меры для достижения баланса между питательными элементами и показателями ПАШ, это для зоны кислых почек в основном. По фосфору мы говорили, что методика внесения фосфора во фосфор по 200 кг у нас экономически стала непроходной, принцип правильный, но экономически стал невозможным, поэтому мы фосфор кладем на семена и в рядок, а также используем фосфатно-перезающие бактерии, потому что соотношение доступного фосфора, который агрохимики видят, и недоступного один к двумстам, микробы могут очень много вытащить оттуда. Потом третье, разобраться, какие почвы не подходят, третий пункт, не подходят чаще всего в вашей зоне почвы с повышенной, засаденной почвой, потому что они плохо образуют структуру и способность к логоемкости, у них пониженная. Третье, разровняйте почву на поверхность, мы говорили про машину, которая на 85, должна по диагонали поле ехать на скорости, и для этого мы используем катарсы или там какие-то там рубины, проходя крест-накрест или там по диагонали, мы выравниваем это все. Третье, устраните уплотнение почвы, причем, как начать использовать систему наутилу. Мы говорим о том, что плужной подошвы не должны быть, вначале может быть возврат, то есть мы ее взломали, а потом она вернулась, и мы ей управляем чизель на переходном периоде, потом чередование культур в севообороте, культура со средневой корневой системой, и мочковатой, и микробные препараты для разукладнения почвы. Потом создайте самое большое количество мальчинно-поверхности почвы, мы говорим в некоторых зонах это возможно, где влаги 500 мм, в зонах, где меньше 300 мм, это невозможно, но там можно использовать подзимний посев, позднеосенний посев культур, смеси культур, и мы называли фамилию Тамашовой, она последовательно река Бибера из Южной Дакоты, это просто восить сеть, чтобы там хоть что-то выросло, и потом оно вымерзло, то есть это должна быть однолетняя культура. И седьмой приобретите сейлку для наутил. По наутилу мы говорили в предыдущих передачах о том, что есть наутил для сухой степи, и наутил для зоны достаточного увлажнения, что между ними есть существенная разница, если нужно, я сейчас могу там несколько слов сказать, напомнить эту тему. Восьмое, начинайте использовать систему наутил на 10, максимум 30% хозяйства, потому что вы можете столкнуться с проблемами, на которые вы не готовы, вы научитесь эти проблемы ловить, потому что на пахотной системе земледелия многие ошибки так дорого не стоят, которые стоят на наутил. У вас нету или очень мало способов что-то исправить. Единственный способ исправления, который вам доступен, это опрыскиватель. Опрыскиватель лучше гонять по технологической коллеге. Девятое, используйте семообороты культуры, сегральные покровные культуры. По семооборотам большая тема, я просто говорю, что там важно обратить внимание на чередование культур со сержневой корневой системой и мочковатой, и с культурами, которые оставляют большое количество растительных остатков. В классических странах наутил трехпольный семооборот, пшеница, кукуруза и соль. И там баланс по растительным остаткам дают кукурузу. Десять. Постоянно обучайтесь и следите за нововведениями по данной системе. И действительно, вот это благодаря ребятам из ассоциации прямого посева, они очень много специалистов с новыми идями сюда принудутся. Но при этом у вас должна быть единая цельная картина, не полный винегрет разных мнений, а цельная картина, на которой вы должны понимать внутренние и внешние процессы, различаются внешние и внутренние наутилы. Я сегодня ввел новое понятие внутренние и внешние наутилы, и говорил, чем они отличаются. И вы должны осознанно принимать решения агрономические, технологические на поле, потому что ваша главная задача получить урожай, и задача агронома получить урожай независимо от внешних обстоятельств. Если у вас будет винегрет, вы просто разомитесь, у вас должна быть система. Пусть делаете что-то неправильное, не боитесь что-то неправильное делать, вы потом научитесь исправлять ваши ошибки. Это база наутилы. И мы при наутиле рассматриваем поле как живую систему, и мы понимаем, что если мы включаем живую систему, мы должны управлять жизнью этой системы. Понятийной системы в нашей российской науке не хватает, в западной науке эта понятийная система есть, научитесь использовать ту понятийную систему, которая есть там.